Вы смотрите канал CryptoHamster и сегодня мы поговорим о том, как вы можете купить ваш первый биткоин на примере конкретной криптобиржи, обменника. Для тех, кто уже давно занимается криптоинвестициями, это, конечно, будет совершенно неинтересно. Это более видео для тех людей, которые только-только пришли на этот рынок и, может быть, вообще не имеют опыта торговли на рынке каких-либо ценных бумаг или других инструментов. Однако я покажу вам сегодня одну биржу, которой я изначально пользовался и которая не так известна среди тех, кто торгует криптовалютами. Поэтому даже те люди, которые уже давно этим занимаются, возможно, это будет вам интересно. И вам понравится эта биржа, вы захотите на ней поторговать. Итак, приступим. Как я уже говорил в одном из предыдущих видео, чтобы вам найти самый простой способ купить биткоин на бирже, это пойти на coinmarketcap.com, кликнуть на биткоин, найти вкладку Markets. Here здесь и мы увидим список бирж. Вам нужна биржа BTC к USD, то есть биткоин к доллару. Конечно, вы можете еще поискать и к другим валютам, если вам интересно, если у вас есть доступ к другим валютам, вы хотите их использовать. И, кстати, вот, ну, что бы я посоветовал, да, наиболее такой известный и, на мой взгляд, профессиональный и удобный и, ну, в некотором смысле правильный, что ли, платформа является Bitfinex. Кроме того, там наибольший, наверное, наибольший объем торгов, то есть это всегда хорошо, ликвидность биткоина там большая. Таким образом, единственное, что там, по-моему, необходимо ввести депозит определенной суммы, там 10 тысяч долларов, возможно, сейчас немножко поменялось, тем не менее. Вы можете выбрать любую другую, однако BTC к USD. Однако я вам сегодня покажу другую платформу, это платформа Bitflyer, вот она на 12 месте, и она торгует биткоин к японской иене, это то, что я использовал в свое время. Итак, вы кликайте на эту ссылочку, и она вам выдает сайт, веб-сайт Bitflyer. Здесь вы должны будете зарегистрироваться, получить верификацию и прочее, завести сюда свои японские иены, или, ну, тут, по-моему, только иены возможно ввести в плане валюты, и потом уже можете покупать. Сейчас я вам, собственно, и расскажу, как это, как вы будете это делать. Итак, конечно, все платформы разные, и там есть разный функционал, разный интерфейс, но, однако, если вы выберете там 2, 3, 4, поиграете с ними, вы посмотрите, что на самом деле они очень похожи, просто немножко перетасованы вот эти все параметры, функции и так далее. Вот, что вот здесь на этом Bitflyer. Кстати, это не реклама, но вот мне эта платформа очень нравится по многим моментам. Профессиональная, дают техподдержку очень грамотную, достаточно быстро все работает, редкие бывают какие-то сбои, надежная, что мне очень нравится, то есть у них есть определенные там и сертификаты и прочее по рейтингу среди бирж вот в Японии. По объему одна из крупнейших бирж на самом деле тоже к фиату по биткоину и много-много вещей, тут некоторые вопросы по функционалу интересные. Ладно, об этом позже, но, в общем, мне нравится эта биржа, я как бы сделал очень удачный для себя первый шаг в плане того, вот какой биржа я угрозил для покупки первого биткоина. Итак, значит, здесь, когда вы зарегистрируетесь и приведете деньги, у вас будут здесь ваши активы, японские иены, соответственно, ноль в биткоине будет, и вам необходимо будет торговать. Ну, вот здесь разные варианты, я вот сразу предлагаю идти вот в этот вот Bitflyer Lightning, по сути это Exchange, да, есть другие варианты, но тем не менее. Вот Bitflyer Lightning, откроется вот такая вот вкладочка, вот как она, собственно, выглядит, кажется, какое-то безобразие, беспорядок и ничего не ясно. На самом деле все просто. Вот смотрите, опуская мелкие детали, вот в это вот окно в левом верхнем углу, это цена биткоина и некоторые индикаторы. Здесь цена в примерно, вот сколько-то, на часовой интервал, то есть вот на сутки, около суток, двое суток может быть, да. И, соответственно, текущая цена, там вот чуть больше миллиона иен. Объем торгов, некоторые индикаторы, здесь MACD указан, и вам это не принципиально для ваших первых шагов. Итак, вы видите здесь цену, все. Дальше, если вы сделали какой-то орден на покупку-продажу, он будет ображаться здесь, пока он не будет исполнен. Вот Open Orders, это здесь. Дальше, Execution History, это вот в середине внизу, это те ордера, которые вы сделали сколько времени назад. Вот у меня тут какие-то старые полуидетские ордера, которые я делал, хотя они, конечно, имели смысл в тот момент. Далее, вот это вот в середине часть, это окошко показывает те ордера, которые были сделаны за последнее время у цены, у средней цены, у цены рынка. Видите, они постоянно меняются. То есть люди добавляют новые и новые ордера. То есть вот этот объем биткоина, это цена за биткоин, соответственно, это на продажу, это на покупку. Далее, вот это вот выполненные ордера, здесь какие-то новости есть еще, чат, ну это так, уже дополнительные вещи. Ну и вот самое главное, это вот здесь вот. Вот это окошко, это окошко, собственно, вашего ордера. Как его сделать? Первые три, есть три варианта. Ну, по сути, их больше, конечно, но вот мы поговорим о трех вариантах. Первый вариант, я советую вам использовать этот вариант, это лимитный ордер. Лимитный ордер, это ордер... Ну секундочку. Лимитный ордер, это ордер, который вы выставляете на определенную цену. И есть еще ордер рыночный. Так вот, в чем разница? Когда вы выставляете лимитный ордер, скажем, вы хотите купить биткоин за 1 миллион йен. Вы восстанавливаете цену 1 миллион йен, нажимаете Buy, и ваш ордер оказывается в списке ордеров. Идея в том, что сеперешняя рыночная цена выше, чем 1 миллион. То есть, чтобы ваш ордер выполнился, цена должна опуститься до 1 миллиона йен. Ну, грубо, давайте скажем, да, должна опуститься до 1 миллиона йен. В противном случае ваш ордер не выполнится. Если цена будет расти выше, он у вас так и останется невыполненным. В чем преимущество это? Во-первых, вы можете выставить именно тот ордер, ту цену на покупку, которую вы хотите, и не ждать у терминала, пока цена достигнет этой отметки. И второе, это приводит нас к тому, какая же разница между лимитным и рыночным ордером. Так вот, market order или рыночный ордер, ордер по рынку, по рыночной цене, это тот ордер, который вы устанавливаете на покупку, скажем, одного биткоина по тем уже ордерам, которые существуют на рынке. То есть, вот скажем, сейчас, ну, сложно сказать, они меняются, да, но, скажем, на продажу биткоина имеются вот эти вот красненькие ордера, и вы видите, что они, скажем, вот, стоимость, ну, давайте, 0.08, да, биткоина по такой-то вот цене, там, 101 миллион, вернее, 12 тысяч и так далее йен. То есть, если вы возьмете и выставите рыночный ордер на 1 биткоин, то этот ордер выполнится по вот этой цене, да, выше, чем 1 миллион, да, то есть, там, если вы хотели бы 1 миллион, или, скажем, выше рыночной цены, которую вы ожидали бы. При этом вы получите только 0.08 биткоина, вот сейчас, видите, уже все поменялось в течение, вы помните, да, 0.08 биткоина, а остальную часть вы покройте уже тем ордером, который существует здесь вот в этом списке, но, естественно, цена уже будет чуть выше. Если вы опять не покрыли полностью биткоин, да, там, добрали еще, скажем, 0.2 или 0.5 биткоина, то оставшаяся часть будет опять покрываться за счет третьего ордера и так далее, пока у вас не наберется 1 биткоин. Таким образом, цена вашего биткоина никогда не будет той ценой, которую вы хотели бы получить, основываясь на, вот, в рыночной цене, да, какой-то, или каком-то конкретном значении. Она всегда будет зависеть от тех ордеров, которые присутствуют в данный, в данный момент времени на рынке. Иногда это удобно, потому что вы хотите вот купить вот прямо вот сейчас, и вам, в принципе, все равно, вы хотите вот там очистить вот эту вот книгу ордеров, по, да, до определенного значения, там, есть у вас миллион долларов или что-то такое, или вы считаете, что через, там, 10 секунд цена взлетит, у вас есть инсайдерская информация, там, ну, или что-то такое, да. Поэтому вы нажимаете маркет, и все, и скупаете, или продаете, да. Тем не менее, есть вот эта вот разница, поэтому будьте осторожны. Для новичков я советую идти использовать лимитный ордер, потому что он более такой четкий, понятный, вы восстанавливаете цену, и ваш биткоин будет куплен или продан, ну, вкуплен, хорошо, покупает сейчас. Именно по этой цене, ни по какой другой. Он, может быть, не куплен, конечно, если цена пойдет вверх, скажем, да, вы выстрелили низкую цену. Но зато вы не окажетесь в ситуации, когда вы купите намного дороже, чем хотели бы. Так, ну и, наконец, есть некий третий вид. Во-первых, здесь вот в отдельное окошко это выведено, здесь много разных вариантов. Вот здесь вот IFD, это когда вы можете, скажем, купить по природной цене. Если вы купили, то система может выставить автоматически следующий ордер на продажу. То есть много вариантов здесь. В общем, вот эта часть функционала, которая мне очень нравится в вот этой платформе. Однако, третий ордер, который хотел бы отметить, который важен и для будущей сделок тоже, когда вы будете уже более адекватно их выставлять, не просто на, как бы, чувствах и эмоциях, а уже основываясь на каких-то фактах и знаниях. Ничего, как это, никого не хочу обидеть, да. Ну, это факт. Скорее всего, вы изначально будете торговать с некоторыми ошибками. Так вот, это стоп ордер. Стоп ордер означает, что цена будет, вернее, сделка будет выполнена, когда цена, опять же, достигнет определенного значения. Разница между стоп ордером и лимитным ордером в том, что, скажем, вы восстанавливаете лимитный ордер на миллион йен на покупку. То есть, если сейчас цена больше миллиона йен, то, когда она упадет до миллиона йен, ваш ордер выполнится. Вы купите, как бы, по дешевой, более дешевой цене. В случае стоп ордера, представим, что вы уже купили биткоин по 1 миллиону йен, и теперь вы планируете его продать подороже, чтобы получить прибыль. Скажем, вы планируете продать его по миллиону 100 тысячам йен. За миллион 100 тысяч йен. То есть, вы получите 100 тысяч йен, это примерно 1000 долларов, да, прибыли. Так вот, это в том случае, если биткоин, цена биткоина вырастет, конечно. Однако, если она упадет, то вы потеряете, по сути. Конечно, пока вы не продадите свой биткоин, вы не потеряете, теоретически, да, потому что он вполне может вырасти снова. Однако, в краткосрочной перспективе вы потеряете, и ваши, как бы, активы будут заморожены в биткоине. Возможно, вы этого не хотите. Возможно, вы хотите торговать чаще, получать прибыль чаще на этих коротких сделках. Так вот, когда вы купили биткоин по 1 миллиону йен, хотите продать его по миллиону 100, но вы ожидаете, что есть вероятность, что он упадет ниже миллиона и упадет значительно ниже миллиона, то вы можете выставить так называемый стоп-ордер. Это значит, что, если, скажем, вы восстанавливаете стоп-ордер на 900 тысяч йен, это значит, что, когда цена опускается до 900 тысяч йен, вы все равно продаете. То есть, если вы сейчас выставите лимит ордера на 900 тысяч йен, то он автоматически продастся по рыночной цене. Однако, если вы выставите стоп-ордер, то цена, то этот ордер не выполнится, пока он не дойдет до этой цены. Это как бы обратная к лимит ордеру. Идея в том, что, если вы полагаете, что цена будет падать заметно ниже того уровня, который вам для вас приемлем, скажем, вы полагаете, давайте вот такая, вернемся к нашему примеру, вы полагаете, что если цена биткоина, после того, как вы купили его за миллион долларов, упадет, миллион йен, было бы миллион долларов, было бы здорово. То есть, не купить, а продать, конечно. Итак, если цена упадет до 900 тысяч йен после этого, вы полагаете, что это будет сигналом того, что очень большая вероятность того, что цена упадет еще ниже, скажем, до полумиллиона йен. И таким образом, сам факт того, что цена достигла этого уровня, означает, что вам лучше продать, чтобы потом, когда цена упала еще ниже, купить. Таким образом, вы не потеряете в абсолютной величине значительную долю ваших средств. Для этого нужен стоп-ордер. В принципе, все профессиональные трейдеры, естественно, торгуются стоп-ордерами, потому что это торговля вероятностей удачных сделок. То есть, обычно 60-70% у хорошего трейдера удачных сделок. Соответственно, если сделка неудачная, то она здесь закрывается по этому стоп-ордеру. Трейдер теряет определенную сумму, но у него выставлены стоп-ордера таким образом, что, скажем, он делает 5 неудачных сделок и теряет на каждой сделке 5%, и делает 5 удачных сделок, и выигрывает на каждой сделке, скажем, 10%. Таким образом, у него получается прибыль. Но для этого нужно быть хорошим трейдером. Итак, стоп-ордер – очень важная вещь. И вот, в общем-то, практически все. То есть, что я вам советую для начала это сделать, если вы прямо вот уже, все, у меня горит, я хочу купить свой биток. Когда вы зарегистрировались, ввели сюда свои деньги, выбирайте цену, которую хотите купить, восстанавливайте лимит-ордер на эту цену, ниже, чем рыночная, да, и он будет, скорее всего, выполнен, не выполнен, ну, уже смотрите дальше по рынку. Перед тем, как сказать вам, какую же цену вы должны выбрать, давайте вернемся к нашей платформе. Я бы хотел показать еще один момент. Вот здесь есть вкладочка такая, вне вкладки-кнопка, да, она переводит на такой расширенный функционал терминала этого. Он здесь выведен вот несколько более так в отдельное окно, но не суть. Значит, это тоже самое, та же самая цена здесь, да, объем, тоже есть MACD, можно добавить другие индикаторы здесь и прочее. Здесь что есть интересного, это то, что, во-первых, здесь, ну, вот здесь не показано, но здесь есть новости, вот если выберем другой таймфрейм, вот, скажем, да, вот они новости есть, семьи, мартовские биткоины, фьючерсы, да, на биткоины в марте, да, еще что-то там, тетер напечатал очередные 300 миллионов USDT, ну и так далее. Вот эта вот часть должна быть отмечена. Здесь указаны все те сделки, которые, не сделки, все те ордера, которые выставлены на данный момент времени на очень большом промежутке цены. То есть вот здесь можно и варьировать, там выставлять разный диапазон. Ну, вот сейчас, скажем, большой диапазон указан, вот видите, от 1 миллиона до 900 тысяч йен, скажем, вот 190 биткоинов выставлено на покупку, ниже еще вот 1500 с лишним биткоинов выставлено на покупку и так далее, и так далее, и так далее, вот по 300 тысяч йен там кто-то хочет купить, не кто-то, а несколько ордеров, они интегрированы в один, как бы, промежуток здесь. Хоть хочет купить по этой цене, да. И вот это вот графическое отображение, то же самое, те же самые вещей. Это очень удобно, когда вы видите, скажем, некую, так называемую стену ордеров, да, вот, скажем, вот здесь вы видите большой на 100 примерно, на 1 миллион 20 тысяч йен, такой вот перепад, да, этих ордеров, количество, вернее, ну, ордеров помноженных на, не ордеров помноженных, а количество биткоинов, да, которые хотят быть про, которые люди хотят продать по этой цене и вокруг, рядом с этой ценой, да. То есть, если вот видите вот эту стенку, да, то, скорее всего, если никаких там сверхизменений в цене не будет, то цена, скорее всего, упрется вот в эту вот, вот эту стенку и будет тут какое-то время стоять, возможно, упадет ниже. Вот, то есть, это удобный такой, часть удобного функционала терминала. Итак, как выбрать цену на покупку вашего биткоина или, может быть, продажу вашего биткоина, а также некоторые другие моменты, я многие моменты, основных вещей я буду освещать. Следующих видео по техническому анализу, какие-то основные моменты я вам расскажу. Это очень важно для того, чтобы не сделать совершенно идиотских ошибок на первых шагах торговли. Скоро это видео будет, ему будут еще предшествовать некоторые другие в более важной части моего такого краш-курса, да. И мы будем также говорить о более уже интересных вещах. Вот я хочу сделать видео об недавнем росте Иоса, когда же он, наконец, упадет, или когда же он, наконец, достигнет второй или, там, первой строчки в списке криптовалют на CoinMarketCap. Стоит ли его покупать сейчас? Может быть, он вырастет еще в 10 раз? Или, может быть, если вы уже купили его, стоит ли его продавать вчера? Так что подписывайтесь на канал, если вам интересно. Оставайте комментарии, не забывайте нажимать кнопочку колокольчик. А на этом у меня все. Увидимся с вами в следующих видео. Я надеюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok